МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то вы были такими, как мы, учились читать и писать. Теперь перед вами дороги страны открыты, как наша тетрадь. Смелее по жизни идите, друзья, как деды и ваши отцы. Ну, где бы вы ни были... Ну, где бы вы ни были, память храня... Ксюш, ты от нас уедешь, да? Да куда я уеду? Я ведь только школу заканчиваю. Театральный кружок кто у вас будет вести? Я. А текст огромный кто вам наизусть будет сдавать? Так ведь тоже я. Вы от меня еще устанете. Ну, где бы вы ни были, память в медь храня, а родные вас ждут озерцы. Умнички, вы у меня самые лучшие. О, картина маслом. Мать героини и ее дети. А это еще половина. У меня другие пошли стенгазеты рисовать. А ты когда со своим малышним начинаешь тусоваться, обо всем на свете забываешь? Детишки, сейчас бежим в класс к Марине Владимировне. Она раздает воздушные шарики. Ксения Алексеевна, а что же вы делаете? Вся школа собралась, ждут, пока вы прогон свой закончите, снизойдете, так сказать, с Олимпа до нас, простых смертных. Ой, Ром, еще полчаса осталось. Ну, так? Я и переодеться успею, и тебе шею намылить. Вот что ты говоришь. Вот это мое хорошее. Успеет она. Вот это догоняй. Стой. Догоняй. Ром! Что же вы, Ксения Алексеевна? Отстаем? Ксения Алексеевна? Радуги, дороги в небесах, розовое утро на часах, ветер тихо шепчет, не грусти. Что бы ни случилось все равно, счастье постучит в мое окно, скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи, И впереди целая жизнь Зовет туда, где вновь спешат, Исполнятся мечты. Это не сон, все наяву, Просто люблю, Просто живу В реальном мире там, где я и ты. В реальном мире там, где я и ты. Самая быстрая. Самая быстрая, да? Самая быстрая, да? Так, 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 куда? Куда? Догоню, догоню! Опа, и поймал. Николай Иванович, вот вашу внучку еле, еле загнал домой. Спасибо, Ромка, спасибо. Еда! Стоять. А ты почему еще не готов? Нам через пять минут выходи. Ты на себя посмотри. Вносишь по деревне, как коза поликарповная. Да я там мигом переоденусь. А нам тоже ремни надо. Раз, хлопнул, два топнул и готова. Ну, давай быстрее. Ну, давай, сама быстрее. Рома! Давай, давай, давай! Класс! Для кого вы это сделали-то? Для Спиридонова на камин. А бандюги для этого? Ну, что же делать-то, Ром? Надо как-то сводить концы с концами. Нравится, значит? А то. А это для кого? А это для церковной ограды. Я даже не знаю, как такое делается вообще. Руками, Ромка, руками. А научите? Давайте я к вам завтра приду, а вы мне что-нибудь покажете. Ну, приходи, кольнюшутишь. Не знала, что ты кузнецким делом интересуешься. Я сам не знал. Идем. Слушайте, как там внучка со своими детьми отрепетировала? Хорошо все. Ну, это будет премьера века. Люди об этом договорят. Прием, Егорыч, слышишь меня? Огонь уже в трех километрах от Березовки. Первую группу высаживай на опушке. Надо локализовать пожар, пока он не дошел до домов. Нужна будет наземная помощь в районе деревни. Я за водой подержу с воздуха. Понял тебя. МЧСовцы высаживают с северной стороны леса. Местные мужики пусть ближе к деревне будут. Когда вернешься? Минут через пять будут. У тебя язык, как поняло. Прямо у цицерона. Ну, скажите, цицерон. Мы же хотели на мировую путь. Деда! Деда! Давай быстрее. У нас времени почти не осталось. Иду, иду, Ксюша, сейчас. Давай, давай, давай. Иду, иду. Ксюша, ты самолет так выстрелить. Самолет? Какой самолет? Ксюша, ты так красиво выглядишь. Да я, правда, восхищен. Ксюша, ты так красиво выглядишь. Ксюха, ну давай быстрее. Я иду, и иду. Ну, как я тебе, Ксюша? Пиджаку 30 лет, а он как новый. Что с тобой, Ксюша? Не знаю, голова страшно разболелась. И я видела... Что ты видела? Я не уверена, дед, но мне показалось, что я вижу огол. В голове вижу, все горит. А вокруг огня нет. А шум перед этим был какой-нибудь? Да. А ты откуда знаешь? Такой шум был, что мне показалось, самолет летит. А потом оказалось, его и не было. Понятно. Значит, началось. Что началось? Отца твоего тоже были сильные головные боли. Может, это наследственная? Это передается по наследству, да. Вот что, Ксюша. Мне нужно сказать тебе что-то важное. О тебе. Николай Иванович! Ксюша! Ну, сколько можно? Нехорошо опаздывать. Идемте. Деда! А что ты хотел мне сказать? Успеется, Ксюша. Вечером поговорим. Что за пожар-то видела? Как будто наш дом горел. Наш дом? Правильно. Сидим, значит. А то, что все уже давным-давно, кроме нас, собрались, это нам... Это нам нормально. Идем. Ксюша. Ксюша. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нет, тот другой был тише и страшнее Вертолета испугалась? Это Спиридонов разлетался тут на свою фазенду Это не Спиридонов, это вертолета МЧС, пожары кругом Огонь сейчас там, совсем рядом с Березовкой Видать, на подмогу летят Не дай бог до нашей деревни доберутся Ну да, не дай бог, конечно, но мы опаздываем, нам пора Да-да, идемте Ага, давай, Ксюрш, пошли Своих высадил? Огонь не завой, идет медленно, будем засыпать Наша задача локализовать очаг, воду подвезут скоро А пока, Алик, Валера, Семен, отсекайте дорогу огнем Рубите кустарник по периметру Сергей, Рустем, работаем здесь, всем удачи Ну что, Ксюха, все, мужской, последний раз идем по этой вот дорожке Нет Эх, сколько всего здесь было Что ты подумаешь? Здравствуйте Что, пойдем поздороваемся? Здорово, пацаны Здорово, Ромыч Здорово, Дрон А ты чего здесь забыла? Мне тоже выпускной Ох ты, так тебе нужно на сцену за медалью На доску почета там Че тебе здесь с нами, с раздолбаями, доловить, а? Хорей, Дрон, она со мной Ром, я пойду, в зале тогда увидимся Дрон, скажи мне честно, ты хоть раз можешь не выеживаться? Честно, не могу А ну, Страхов, слезь с забора Ты его делал, ты его сюда ставил Да хватит, хватит меня лечить Десять лет лечил Хочешь всяких даун в дрова пилить? Так вот, учи дальше Андрей, ты совсем что ли, ты как разговариваешь? Да как хочу, так и говорю А то, что ты мне двойки ставил Так это мне по-ба-ра-ба-ну Дрон, правда, полегче на поворотах Ну, нарисовали тебе в твоем эти сад четверки Не всегда ж твоя мама будет в администрации работать Слушай, а не пошел бы ты на пенсию, а? Ксюша, пойдем, в школу пора Ну, Ромыч, слышишь? Хрени-то больше не кури Не понимаю, Ром, что тебя связывает с этим Страховым? Варвар Хамоневич Не знаю Зато в футболе он просто гений Смелее идите по жизни, друзья Как деды и наши отцы Но где бы вы ни были память сраня Родные вас ждут озерцы Оп Родные нас ждут озерцы? Нет уж, спасибо Мы как-нибудь в Москве или в Питере Да, Олеська? Ну, лохушка твоя родина, а? Зря только время на лабуду потратил Ничего не лабуда Знаешь, как Ксюха эти малявки любит Готовили первоклашки Спасибо, ребята И в заключении нашего праздника Я хочу Сказать слова благодарности Еще одному человеку Без которого этот день Был бы не такой, наверное, душевный И такой искренний Я говорю о Ксюше Ксюша, выйди к нам, пожалуйста Это не просто самая лучшая ученица нашей школы Эта девочка обладает уникальным даром Даром общения с детьми Дорогая моя У тебя талант преподавания Помни об этом, когда ты будешь решать, кем станешь Поздравляю тебя Поздравляю вас еще раз Дорогие выпускники Поздравляю вас еще раз Б Благодарю вас Спасибо Спасибо. Ну, Ром, ну че там с этими старперами-то делать-то, а? Ну, у них же не туса, а тихий час. Ну, у нас же выпускной одержишь в жизни. Ну, давай отмечем как следует, а? Ну, не знаю. Ну, че я там делать буду? Да, как обычно. Сбацаешь на гитаре, споешь что-нибудь. Нету гитары. Да я знаю, ты не парься. Ты ее серому проспорил, да? Да. Да ты не кисни. Есть гитара. Маман мне купила гитару. Вот так вот. Да ладно. Будучиться играть, да. Говорю, пойдешь с нами, будешь весь вечер бренчать, а? И вот так вот все. Ромка. А че? Иду. Наталька с Ксюхой. Ромыч, ты че? Проши, или так, или никак. Ну, ладно. Давай. Давай дело. Оп, дамы. Николай Иванович, разрешите пригласить вашу внучку прогуляться по вечернему лесу в приятной компании бывших одноклассников? Ром, я никуда не пойду. Ксюш, ты разрываешь мое сердце в клочья и топчешь его сапогами. Ром, прости, мой милый друг. Ну, я никуда не пойду. Ну, там у меня голова вообще раскалывается, и страхов этот будет цепляться ко мне. Ну, Ксюх, ну, ты видишь, Романа не хочет. Николай Иванович, подождите. Ксюша, он не будет к тебе цепляться. Дроныч, он нормальный парень, понтуется просто. Хорошо, идиот. Полный. Но не отказаться же из-за идиотов от праздника. Идиотов знаешь, сколько по миру? Сегодня ты откажешься от выпускного, завтра от хорошей работы, а послезавтра от жизни. Ты готов отказаться от жизни, Ксюх? Я же когда вывернул, болтун. Не-не, Ксюх, я серьезно. Если не понравится, мы просто не ушли. Ты обещаешь? Все будет чинно, благородно и в высшей степени культурно, Ксюх. Значит так, Ксюша моя идет с вами. Руки не распускать, язык держать на привязи, понял? И никаких костров. Ну что, Миш, закончили? Все хорошо? Молодцы. Слышь, начальник, без вас не справились, погорели бы точно. Вы нам очень помогли. Спасибо большое. Это работа наша. Ну что, мужики, едем на базу? Да куда вы? Подождет ваша база. Поехали к нам. Посидим, отдохнем. У меня жена такие пироги печет. Сегодня там как раз тесто поставил. С удовольствием, но работа. Егорыч, прием. Идем к тебе. Илюх, у меня двигатель, барабки. Лечу на базу. И долго нам же тут загорать? Доктора знают, Илюх. Я связался с местными, транспорт вам обеспечен. Понятно. Отбой. Удачи. Ну что, мужики, до вечера точно здесь. Кто нас там на пироги звал? Пойдем. Пойдем. Это дело. Опа. Хоть бы дождь пошел, что ли, а? Ох, хорошо бы. О, Борис идет. Да жена без еды не хотела отпускать. Вон бутерброд наделала. Чего звал-то, а, Иваныч? Причувствовал меня. Ну, понятно. Мне сегодня зять звонил. С Березовки. И чего звонил? Говорит, деревню им удалось отбить. Ого. Всего лишь дом и два сарая сгорело. Но зато, говорит, хоть лес удалось потушить. Да, но риск остается. У нас же здесь кругом торфянники. В том-то все и дело. Огонь ушел под землю и все. Неизвестно, где завтра полыхнет. Да, я чувствую, этим летом нам придется по лесу погулять. Придется. Пошли деревню сторожить. Пойдем. Пойдем. Дрон, бумаги бы надо. У кого бумага есть? Да. Вы это уже школу закончили. У вас должна быть полна макулатура. Слушаем мою команду. Дневники тетради ждать. Давай, давай. Опа, дневничок. Оп, так, она. Давай, давай. Еще, еще. Все, свобода. Мы вышли из этого дурного. Ура! Я как вольная птица. Мама вольная. Давай. Давай, я злобру. Три, четыре. Ура! Гори, гори, гори. Вы что творите, молодежь? Страхов Андреевич, я же сказал, не разжигать огонь. Пожары кругом. О чем ты только думаешь. Так, все, отошли от Костры. Не надо. Оставь. Пусть сам затушит. Ничего я тушить не буду. Будешь. Сам разжигал, сам и туши. Вась, дай ему лопату. Бери. Давай, давай, до конца, туршек. Ксюха. Ксюха. Гитару. Ему мама подарила какую-то классную. Ну так я хоть на выпускной оторвусь по-человечески. Ксюха, ну что ты такая? Ты только подумай. Мы же, мы же школу закончили. Все. У нас впереди теперь целая жизнь и прекрасное будущее. А у тебя как будто траур. Траур. Ксюха, ну хочешь, давай не пойдем. Ну правда, ну а ты чего себя мучить? Нет, пойдем. Просто голова. Ладно, пройдет скоро. Сколько же можно? Люблю, как ты поешь. Да? Хорошо. А как играю? Тоже. Стой. Закрой глаза. Ксения Алексеевна, откройте глаза. Вы официально приглашены на галоконцерт вашего одноклассника, настоящей рок-звезды Ромки. Прошу. Сегодня в программе вы услышите свои любимые песни. Да. А при желании узрите и танцы. Ну чего расслабились? Подкинь еще веток. Все, вылакали. Так, а теперь старинная русская забава прыжки через костер. Опля! Ромыч, что ты так долго? Мы же все выпили. Ну так еще надо было сгонять. Так сейчас твоя очередь. Да? Ну да. А кто-то мне гитару обещал. Ну давай, показывай. Еее. Опля. Ладно, сгоняй. Но чтобы потом меня больше не доставал. Лады? Лады. Чушь, я быстренько сбегаю. Подождешь? Ну что, ребятушки, айда за пивом. Только я один не справлюсь. Мне нужны крепкие богатыри. Что, пойдем богатырь? Ну а как тут отказать-то? За пивом-то сходи. Родина, что ты стоишь, как корову на привязи? Иди попрыгай. Или ты огня боишься? Так ты не бойся. Ты разбегись, а я потолкну тебя, чтобы ты подальше улетела. Так, чё скисли? Праздник продолжается! Олеська! Что, Олеська? Скучно тут у вас. Тоска смертная. Ну правда, Ром, чё ты нашел в этой родиной? Ну, нафига ты ее с собой везде таскаешь? А ты сам не видишь? Нет. Ну, значит, ничего ты по женской части не понимаешь. Это Славик-то по женской части не понимает? Да он большую часть женщин, младше тридцати, как свои пять пальцев знает. Не кричи. Я буду кричать. У меня выпускной. И говорю, нифига вы не понимаете. Слушай, а может она тебе не дала, и ты поэтому так за ней бегаешь, а? Или наоборот, дала? Мужики, заткнитесь, а? А еще раз такое про Ксюшу услышу, по-другому поговорим. Здрасте, тетя Тать. Здрасте. Чё, сколько затариваться-то будем? Пару ящиков хватит? Чё тать умеем? Не с совершеннолетним алкоголь не продаем. Тетя Тать. Ну что, тетя Тать? У нас же выпускной. Ну? Ну неужели такая прекрасная, роскошная женщина, как вы, не наполнит нашу потребительскую корзину? Слова-то какие мы знаем. Потребительская корзина. Так а то. Мне же уже 18 исполнилось. Ну хорошо. Ну, чё тебе говори? Значит так, нам два ящика пивка и пакет лучшего яблочного сока. Немного сока? Да нет, тетя Тать, в самый раз. Ну идём. Зачем эта гадость? Кто её пить-то вообще будет? Лучше пиво ещё взяли, я не знаю. Значит так, гадость для нас, а сок для Ксюши. Ясно? Дрон, правда, скукота какая-то. Ни шашлыков, ни пива. Родина, вот скажи мне, почему-то уйдёт везде свой нос суёт. Ему что, больше всех надо, что ли? А? Чему ты на вопрос не отвечаешь? Тебе западло, что ли, да? Думаешь, самое умное, я такой придурок перед тобой стою? Слушай, отстань от меня, сколько можно? Чё, не нравлюсь, да? Лицом не вышел? Или слишком крутой для тебя? Чё ты смотришь на меня, как на плевок под ногами? Чистюля, да? Кучи жизни научу. Все девки знают, кроме тебя. А хотя ты старой девой помрешь своим дедом. Заткнись. Чего? Все, уже! Ребята! Что такое? На! Ребята! Ой, ну, хватит! Уедем! Ай, ну! Держи! Э, хором! Ром, дыши-ка! Вы чё, дуракиста всем напилишь, что ли? Отойди! Отойди! Прости! Прости! Прости меня, Ксюша! Прости! Ради Бога, прости! Ради Бога, прости! За что? За то, что ушёл! Что оставил тебя? Одну! Я больше тебя никогда не оставлю! Никогда! Ну, всё-всё-всё-всё-всё! Всё! Ну! Всё хорошо! О, Андрей! Андрей, давай с нами бутылочку играть, а? Может быть, тебе повезёт, опять Пашка выпадет, ну? Да пошли вы! О-о-о! Слушай, я думал, Ромыч может только на гитаре брынькать. Видел, как он дрон легко отделал? Ну, всё, целуй меня! Ну, надо так надо! Блин, а напар! Дрон может привка? Тебе не жарко в пиджаке и рубашке? Да могу поделиться! Снимай рубашку! А куда ты делаешь? Разрешу это! Так, крутим! Достанови! Оп! Не поймал! Оп! Так, Генка! Давай целуй! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ничего! Нет! Ты крутился! Ну, давай! Ой-ой-ой-ой! Оп! Ха-ха-ха! Му-у-у! Ха-ха-ха! Что это не дождём? Ха-ха! Ха-ха! Крутим-крутим-крутим! Что следующий? Так, Таня попала? Давай, кого? Хотите реально поразвечься? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! У меня идея есть. Как только стемнеет, я вам шоу покажу. Ну что, вроде никого. Получше проверь. Да не, никого нет. Ни движения. Да куда? Да не отразу! Да тихо. Давай, не колтуй! Хорош! Да-да-да, Ксюха, вот все мое будущее передо мной, как на ладони, вот я точно знаю, кем буду. Вот угадай, кем? Музыкантом. Нет. Артистом разговорного жанра. Ну что ты меня все время в шоу-бизнес пихаешь, ты подумай хорошенько, ну вот почувствуй энергию, которая есть во мне, что заложено во мне от самого рождения. Я посылаю тебе мысленно. Ну? Олигархом. Да, не смейся, я буду олигархом. Это у меня в крови, между прочим. Ром, у тебя, у тебя сейчас только пиво в крови. А ты что-нибудь про олигарха Потапова слышала? Ну, помнишь, я тебе рассказывал. Твой дальний родственник. Дядя вроде. Ну, дядя это громко сказано. Очень дальний родственник, но не важно. Важно то, что он тоже из озерцов. И знаешь что? Он сам пробился. Сам, без копейки. Так вот, я поеду к нему, первое время поработаю на него, а годика через два я сам буду ворочать миллионами. И зачем тебе миллионы? А это не мне. Это тебе. Ну, что ты так смотришь на меня? Или ты не знала, что я тебя люблю? Что? Я люблю тебя. Ну, ты отполыкнула. Ну, ты отполыкнула. Давай меня. Монет выложим. Ну, ты улыбнись хоть по ложу супермена там. Дрон! Перекидывается на дом! Дрон, потушить бы, а? Слышишь, говорю, тушить надо, дрон! Что делать-то? Да валить, валить надо! Валим, дай воды. Держи. Держи. Шапкунка, стой! Притормози! Что такое, Илюх? Ребят, деревни пожар! У нас работа! Подъем, рота! Чувак горит там! Стопи! Ты что, меня не любишь? Люблю, конечно, Рома, но по-другому, наверное, как брата, да и ты меня любишь, как сестру! Мне лучше знать, как я тебя люблю! Сказал, люблю, значит, люблю! Ромка! Ромка, Ромка, Ромка! Восемнадцать лет уже, Ромка! Дебил! Извини. Сразу все выпалил, даже не подготовился! Да какая разница? Ксюша, ты, ты тоже меня любишь? Да, просто сама еще не знаешь. Я знаю. Да. Да. И это ничего. Так бывает. Я подожду. Ты поедешь со мной в Москву? В Москву? Да. Ром, ты что, серьезно? Да что я там делать буду? А деда я на кого оставлю? Да и, да и просто не хочу. Мне здесь нравится. Да ты просто не знаешь, как там, Ксюша. Там, там вообще другая жизнь. Это город, Ксюша, это… Это пожар там, что ли, Ксюша? Ром, это же в нашей деревне. Побежали скорей! Смотри, товарищ Голос! Свою! Вася! Дочке! Систья! Где у тебя ведра здесь ходят? У кого он? У кого он? Да не у кого он там? На, держи! На! Давай, давай! На, держи, говорю! Да! Давай, давай! Спаси! Ребята, как в дому, вы все за мной! Поликартовый дом горит! Давай, Николь, мы здесь справимся! Ты здесь, я как в дому! Иди быстрей, быстрей, быстрей! Бабы, поликартовый дом! Не стоим! Видели? Эй, девочки! Спасай! Стой! Куда? Сгоришь! Стой ты! Дрон! Вроде люди кричат, а? Чего там? Дрон, чего теперь будет? Нас посадят, да? Я не хочу в тюрьму! А тебя и не спросят! Тихо! Чего там наснимал на свой мобильник? Давай, стирай быстро! Быстрее давай! Все, Степка! Узнай, что там! Что, самый рыжий, что ли? Да быстрее давай, узнай, говорю! Вызывай скорую и принеси аптечку! Дядя Коля! Как же ты, а? Дядя Коля, что здесь? Жив он! Балкой ударила! Это он поликарповну бросился спасать! Он же думал, что она в доме! Ксюша! Ксюша! Внучку вспомнил еще, а? Держись, держись! Держись, держись! Держись, дядь Коля! Держись! Дядя Коля! Да живь он, живь! Войдем сюда! Себя пришел! Сейчас в дектора приедут! В сторону! Деда, миленький, как же это? Ксюша! Что? Что, деда, что? Отец! Твой отец жив! Ты что говоришь? Он умер давно! Нет! Он жив! Он жив! У тебя… У тебя есть дар! Ты обладаешь даром! Деда! 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 Ну что там? Родин помер. Как помер? Гонишь? Ага! Иди посмотри! Там не только кузница сгорела, но и дом! Потом ещё на дом Поликарповной перекинулась! Дед за ней ломанулся и горел там! МЧСовцы всё потушили! Это точно срок? Ага, пожизненный! А какой к чёрту срок? А какой к чёрту срок? Настолько пожаров, тушить не успеваю, да мало ли откуда могло эту искру принести, а? О поджоге даже никто не подозревает. Ты уверен? Да спокойно. Что ж ты, Николай Иванович, помянем. Не чокаясь. А мы хотели Николаю Ивановичу аграрку заказать на нож. Тихо-тихо-тихо. Ну ладно, берём все деревни. Тихо-тихо-тихо. Всё-всё-всё-всё. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Спасибо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ничего не бойся. Я с тобой. Я всегда буду рядом. Всегда. Чего ты перед глазами маячишь? Что, обделались, да? А ты весь такой спокойненькийся. Человека убил и хоть бы хны? Кого я убил? Чего ты лепишь? Что я виноват, что он в огонь полез? А если бы мы не подожгли ничего, то он бы в огонь не полез и был бы жив. Слушай, ну вы молодцы, а? А может, мы в винтовку побежите? На старт, внимание, марш! Давайте! Да хорош! Не собачиться надо. Лучше решить, как выбираться из этого дерьма. А ты молодец, Славик. Проблема в том, что нужно башкой думать, а не тыквой. А чем я, по-вашему, занимаюсь все это время? Я думаю, и кое-что уже придумал. В общем, слушайте сюда. Прикинемся шлангами. Спросят по поводу поджога. Ничего не знаем, ничего не видели, дядя Участковый. Главное для нас выпускной. Остальное все по барабану. С общего пикника ушли, потому что стало тухло. Взяли несколько бутылок, пошли на речку, сплавали на тот берег. Купнулись. Сколько там были, не знаю, но не меньше часа. Поплыли обратно. Смотрим, бухло закончилось. Вернулись на пикник. Вот и все. Здорово. Хорошо придумал. Ну и пусть докажут, что было не так. А? Пойдем. Илья, ну где ты был? Мы уже здесь старше, чем полчаса тебя ждем. Я не еду с вами. И что так? Задержусь на два-три дня. Чего ты ржешь? У меня дело есть. Ну, удачи тебе. Давай, бывай. Поехали. Поехали. КОНЕЦ 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 Проходи. Ну вот, почти пришли, давай, вот так, садись, ага, сейчас вот. Вы, вы чё, там всю ночь просидели, что ли? Ой, господи, горе-то какое! И почему, почему помирают только лучшие? Николай Иванович человеком был. И руки у него золотые, и сердце. Чего не побросишь, он всё-всё сделает. А дед-то какой хороший был, да? Только и слышишь от него, моя Ксюша то, моя Ксюша сё. Давай-ка помянем его. Мамочка, только этого не надо сейчас, ладно? Как это не надо? Вот так. Мы в больнице всю ночь проторчали. Потом скорая приехала. Ксюша бы отдохнуть сейчас надо, поспать. А ты, вон, водку её хочешь заставить глушить. Эль, ты не русский, что ли? У нас как положено. Представился человек, его помянуть надо добрым словом. Вот именно что, добрым словом, а не водкой. И кто, скажи мне, до похорон поминает? Тем более с утра пораньше. Не хочешь поминать хорошего человека? Не поминай. Ну и другим не мешай. Давай. Ну, Николай. Много хороших слов ещё про тебя скажу. А мы... А мы ничего говорить не будем. Мы просто помянем молча. Но от всей души. Марья, поминки это одно, а пьянка это уже совсем другое. Ксюша, надо поспать. Да? Давай, попробуй. Тебе надо отдохнуть. Мужики, а когда магазин откроется? Никто ж её знает. Каждый раз по-разному. Сами ждём. Тяжёлая вас работёнка. Слышь, командир, а скажи, чего вдруг у деть Коли дом-то загорелся? Чё думаешь-то? Ведь как загорелся-то, а? Ведь как будто пороху насыпали. Да сложно сказать. А вы сами чё думаете, мужики? Да чё тут думать? Поджог это был. Хотя сейчас кто разберёт. А участковый? Вот он пусть и разбирается. Участковый. Оно ему надо. Будет он с этим делом возиться. Ну ладно, мужики, бывайте. Спасибо. Давай. Ксюша, ты это, не расстраивайся так. Жалко, конечно, Николай Иванович. Мишка, ты лучше убери со стола и принеси Ксюше чаю. Угу. Ксюша, спать будешь вот здесь, на моём месте. А ты куда? Ой, да устроись как-нибудь. Смотри, пол какой большой. Ром, я так не могу. Пришла, выгнала. И это даже не обсуждается. Надо хоронить. А я даже не знаю как. Какие деньги, обоминки. Поминки. Псюшенька. Ты об этом даже не думай. Похороним, всё сделано как надо. Я всё беру на себя. Ты же знаешь, опыт есть. Когда отец помер, мать так пила, что на ногах не стояла, сразу падала и два слова связать не могла. Так что похороны и поминки это я уже проходил. Спасибо, Миша. Так. Ксюша. Давай ложись. Мы с Мишкой пойдём погуляем. Угу. Я тебе гарантирую, на сто процентов это поджога. Ты меня знаешь. Да. Сильно сказано знаю. Если бы не было столько пожаров в Кургом, ты бы сюда не приезжал и не грузил бы меня лишними проблемами. Что значит лишними проблемами? У тебя в деревне объявился поджигатель. Сделай лицо попроще. В чём дело? Знал бы ты, какая тягомотина эти дела. Уверен он. А я вот лично сомневаюсь, что это был поджог. Ну, здесь же все местные, деревенские, а? Ну, вот если тебя послушать, так получается что? Они взяли сами себя и подожгли что ли? Они все прекрасно знают, что в округе творится. Да вам взять хотя бы нижние каменки. За два часа целиком выгорели. От чего? Ветром искорку принесло и пошло-поехало. Да мы один от другого вспыхивали, как... Да вот как сигарета от спички. А я тебе говорю, что это поджог. Можешь дело не заводить и сам не заводись. Но я, когда рапорт начальству буду писать, всё подробно укажу. Особенно сажу от керосина. Так что дело завести тебе всё равно придётся. Но лучше это сделать сейчас, добровольно, и по горячим следам. А ты случайно не знаешь, куда эта девчонка делась? Ксюша, кажется. Я за тобой пошёл, тело вынесли, и она куда-то делась. У родственников? Да нет у ней родственников. Один дед был, единственный. А родители? Мать умерла, когда маленькая была. Дед её вырастил и воспитал. Какая ты сволочь. Убила её деда. Её помер, опустила. А тебя ломает дело открыть. Успокойся. Заведу я. Ну если у меня нет родственников, то где Жанна? А мир не без добрых людей. А ты как местный Аниськин? Всех добрых людей наперечёт знаешь? Эх, дядь Коля, дядь Коля. Святой человек. И главное, погорел-то понапрасну. Поликарп на этот дом не был. Она ж в Берёзовку уешала. Мужики, а где Роман Москаленко живёт? По этой улице, четвёртый дом. Спасибо. Давай. Семья у них какая-то несчастливая. То невестка померла, то сын утонул. Не повезло девочке. Ах, как не повезло. И последнего родственника потеряла, и жилья лишилась. Жилья. Всего человек лишился. Вот всё, что на ней осталось, вот всё богатство. Да. Беда, брат, беда. Здорово. Это Роман? Я пришёл узнать, как у Ксюши дела. Участковый сказал, что у неё родственников не осталось. Может, ей что-то нужно? Спасибо за беспокойство, но у Ксюши всё в порядке. Насколько это возможно. Она сейчас спит. И вообще, не берите в голову. А Ксюше есть кому позаботиться. Ну, хорошо. Ксюха, ты чего? Заснул ненадолго. Потом проснулся и мне показалось, что я у себя дома. На стенке часы тикают. На стенке дед возится. Когда я спала, он всегда старался не шуметь, только этого у неё не получалось. То крышку чайника уронит, то табуретку споткнётся. А раньше я на него сердилась, а сейчас мы хоть разочек услышать, как он там возится. Твой дед настоящий мужик был. И жил по-человечески. И умер, как герой. Да лучше его никого нет. Только я перед ним так виновата. Ксюша, ну не придумывай. Когда голова заболела, когда увидела, что наш дом горит, зачем я на пикник пошла? Ведь если бы я всё сделала правильно, то тогда бы всё хорошо было. Он же хотел мне что-то сказать, что-то очень важное. А теперь я этого никогда больше не узнаю. Девка-то она хорошая, про неё никто плохого слова-то не скажет. Ну пойми ты, у неё ж кроме деда на вот этом белом свете никого больше нет. А теперь она вообще одна осталась. Вер, ну как тебе не стыдно-то? А чего ты меня стыдишь? Я у тебя ничего не тырила. Это ты у меня всё пытаешься что-то оторвать. Да я же не для себя. Вон на Руси всю жизнь с погорельцами делились. От себя отрывали. Вот ты всё от себя и оторвала. И с погорельцами поделилась. Так поделилась, что самой не в чем ходить. А я, между прочим, двоих сыновей на ноги поставила. Ты поставила? Ты сама едва стоишь. Перестань меня втюхивать, Машка. Тебе ведь что не дай, ты всё пропьёшь. Вот если Ксюша хочет, пусть придёт ко мне. Я ей что-нибудь подберу. Да гордая она не придёт, она к тебе. А гордая, значит, пусть голая ходит. Гордая. Мам, пойдём отсюда. Ну как вам не стыдно, тётя Вера? Ты ещё меня будешь стыдить. Миш, вы что, действительно собираете для Ксюши? Угу. И ты даёшь мне слово, что всё, что я не дам, всё передашь? Нет, знаете, сам носить буду. Ладно, уговорил. Приходи, через полчаса что-нибудь подберу. Да к Люське зайдите, она целый ворох собрала. Ксюшу с утра ещё искала. Хорошо. Слышь. Давно ты так сидишь? Всю жизнь. Во сне испугалась. Кошмар увидела. Чуть не закричала. А когда проснулась, поняла, что это не сон никакой, всё на самом деле было. Не переживай, Ксюш. Я с тобой. Всё будет хорошо. Никто тебя не обидит. Ты молодец, что поспала. Кушать хочешь? Может, чаю? Я уже столько дел сделал. А ты всё валяешься. Давай вставать. Ну вот, немножко одежды принесли, нож, что нашли. Спасибо. Ну вот, одной заботы меньше стало. Денежек немножко собрали. Теперь похоронить хватит и помянуть. Ну, в общем, всё как положено Николаю. Ой, а его же ещё обмыть надо по-хорошему. И переодеть во что-то, а? Что же я не подумала? Пойдём, поговорить надо. Вот тебе это, тётя Люся хотела передать платье. Спасибо. Мам, спасибо тебе, конечно, большое, что так ради Ксюши стараешься. Но ты всё-таки... Я хотела поддержать девчонку. Вот видишь, поддержала. Ладно, ладно. Я вообще-то тебе кое-что сказать хотел. Ну, говори. Ну, даже не знаю, стоит ли. Нет, уж говори. Думаешь? Я на Ксюше женюсь. Как это? Когда? Да. Ну, вот пока не решил. Нет, в смысле давно решил, но не знал, когда это сделать. А теперь-то чего тянули? Да? Вот поговорю с Ксюхой и распишемся. Ну... Ну и да. Мам, ну ты чего? Не, ну если любишь, женись, конечно. Ну... Ну, а как Ксюше можно не любить? Вот она сейчас спала, а я сидел, смотрел на неё. И оторваться не мог. Но я так люблю, что... Я прям с ума схожу. Я на всё готов, лишь бы она была счастливой. Вижу. Вижу. Любишь. Только вот... Свадебку-то мы, конечно, отыграем. Всё как у людей будет. А вот потом-то комнатка ж какая-то нужна вам. Ну, как же мы все вот здесь вот и поместимся, а? Ты не переживай. Нам тесно не будет. Мы с Ксюшей здесь не останемся. Мелко нам здесь плавать. Океан подавать. В Москву поедем. Ром, ты чего? Какая мазкова-то? Да. Чего? Ты ж говорил, всё хорошо будет. Ты не суетись, ты по делу говори. А ты разве не знаешь? Степаныч участковые ходят по всей деревне, ищут свидетелей поджога. И что? Что? Ну и что нам теперь делать? Да то же, что и раньше. Не рыпаться. Ну и пускай ищут. Нам-то что? Мы весь день пили. Так, так. Тем более свидетели есть. А потом крепко спали. А кто крепко спит? Правильно. Тот, кому бояться нечего. Хотя кое-что нужно сделать. За Ленькой сбегай. Встречаемся на поляне. Ром, ну как же в Москву-то? Мать, ну не на Луну же. Ну не могу я здесь больше. Ну не могу. У меня вот уже где эта деревня. Ну что, всю жизнь работать в сельпромхозе и знать, что это навсегда? Ну люди-то как-то живут. Вот именно, Ваньшук. Как-то. Вот как-то. А я не хочу как-то. Не могу. Я всю жизнь работать на одной работе и значит каждый год будет одно и то же. В сорок лет состариться, а в пятьдесят замерзнуть под забором. Не хочу. И что мне этого, своим детям желать? Чего-то я распелся. Мать, я по-любому уеду. Да то, что тебя брошу с Мишкой, этого вы не дождетесь. Да? Вот в Москве встану на ноги и вас подтяну. Да мы так заживем. Мать, да мы себе томища отгрохаем, барахла тебе накупим. А Мишке этот мотоцикл спортивный будет гонять. Ну если захочет, конечно. Размечтался. Миллионер. Мама, это называется не мечты, а планы. И тебя подлечим. Ты чего ты так с матерью-то разговариваешь, а? Чего, тебе пьяница что ли какая-нибудь? Я, можно сказать, вообще не пью. Ну так от этого тоже лечат. Мать, ну ты сама, какой тяжелый случай. Женщина совсем не пьет. Совсем. Да многие в Москву уезжали. Только она ведь не всех жалует. Ты еще скажи, Москва слезам не верит. Это про других. А от меня Москва еще сама наплачет. А знаешь почему? Про нашего родственника, олигарха Потапова помнишь? О, сказал. Где Потапов, а где мы? Потом какой нам родственник-то? Седьмая вода на киселье. И это все неважно. Главное разбудить в нем голос крови. Все остальное дело техники. Ведь Потапов-то в Москву уехал без копейки и сам пробился. Так вот и я пробьюсь. Вот и увидишь. Псюш, ты куда? Прогуляюсь немного. Я с тобой тогда пойду. Миш, зачем? Я просто прогуляюсь и скоро вернусь. Хочешь, чтоб мне Ромка по тыкве, что ли, надавал? Велел тебя никуда не отпускать. Сама ему скажи, он с матерью задумал. Ну, Миш, день на дворе, кругом люди ходят. Что со мной может случиться? Ты садись. А я скоро вернусь. На Ксюшу женюсь? Детки пойдут. И станешь бабушкой. Да. Ой, девочка моя, горе-то какое. Ну, ты держись, милый. Господь поможет тебе. Ангела-хранителя тебе. Спасибо вам. Привет, Андрюх. Здрасте. Привет, Андрюх. Так уж совсем никто не видел. Ну, может, хотя бы слышал. А что вдруг спрашиваешь? Ну, спрашивать, значит, надо. Есть подозрение, что Николая подожгли. Кто же это мог? Да брехня. Такие пожары кругом. Да какая брехня? Вам все брехня. Вот, Степанович, загнул. Да? Поджог. Интересно. Идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты извини, что спасти не смог. Не успел. Пришла сюда, думала, а вдруг это страшный сон. А пришла вот железяка, а деда нет. Продолжение следует... Ты знаешь, иногда кажется, что боль такая сильная, что ее не пережить. Я тоже терял. Я потерял близкого очень мне человека. Мне тогда казалось, что жизнь остановилась. Слышал эту избитую фразу, ну, знаешь, время лечит. Я тогда и думал, что это пустой звук. А на самом деле время лечит. И у тебя будет так же. Все плохое и тяжкое забудется. Я не хочу забывать. И не надо. Надо просто потерпеть и надеяться. Ведь жизнь удивительная и длинная. И несправедливая. Тюша! Тюша! Где она? Ушла она. В смысле? Как ушла? Помогально. Как еще? Миша, скажи, я никому не расскажу. Ты идиот? Как можно было человека отпускать в таком состоянии, а? Да как в таком? Я ей говорю, погоди, сейчас провожу тебя. А она это, так спокойно отвечает, то что не надо говорить меня провожать. Сейчас на улице светло, там люди ходят. Спокойно так говорит. Да не спокойно, а равнодушно. Ты чувствуешь разницу? Она не понимает, что с ней, где она. А ты что с тобой говорить? Лупи дальше свои семечки. 14 лет кажется, что первая любовь на всю жизнь. Мы с Олей вот с таких лет дружили. У нас было все, как у Ромео и Джульетта. Только наши родители не враждовали, а дружили. Я точно знал, что в 18 лет мы поженимся. А потом Оля заболела. Если бы чуть раньше спохватиться, можно было спасти. Ее родители что-то к ней перепробовали. Лучших докторов звали. Дальше, дачу продали, машину. Мои родители помогли. А потом Оля не стало. Знаешь, для меня тогда время остановилось. Жизнь закончилась. Я даже тогда яду достал. Ну, чтобы все было, как у Ромео и Джульетты. Мои родители в тот год лет на 10 постарели. Думали, что я с собой что-нибудь сделаю. Да. Если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что я Ольгу забуду, убил бы. А видишь как? На душе все успокоилось, улеглось. Только я вот с тех пор полюбить никого не смог. Но ведь жизнь длинная, вы еще полюбите. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Ну, что там? Да нет ничего. Давай, ищи, ищи Тузик. А то полжизни будем казенную баланду хлебать. Нашел! Найдем местечко поглубже, навалим камней и пусть Степанович ищет. Так? Ага. Держи. Пойдем. Ксюша, все в порядке? Пойдем домой. Пойдем. А ваши-то все вроде уехали уже. Уехали. Но у меня дело одно важное есть. Это ведь не просто пожар был. Поджог. И я теперь, пока все не узнаю, уехать не смогу. Понял. Так, о Ксюхе пока не говорите, ладно? Пусть хоть немного в себя придет. Ты уверен, что здесь глубоко? Да мы с отцом здесь рыбачили. Главина, будь здоров! Давай. Подальше бросай. Ну вот и все. Как говорится, концы года. Да проще простого. Ксюша, ты только больше меня не пугай, так ладно. Ты убежала, ничего не сказала. А будешь вести себя, как трудный ребенок, придется устроиться с твоим опекуном, пока тебе еще нет восемнадцати. Да. Ремень купить, солдатский. Ну, прости. Я больше не буду. Мне и так неловко. Ты так со мной няньешься, а я тебя все время отнимаю. Ксюша, ты ничего у меня не отнимаешь. Я это время тебе с радостью дарю. И почему я не могу поухаживать за девушкой, которая мне нравится, которую я люблю? Да, Ксюша? Я тебя люблю. Я просто жить без тебя не могу. Ксюша, ты выйдешь за меня? Не бойся, Ксюша. Я давно решил. И все обдумал. Решил? Да. И продумал все на сто шагов вперед. Я буду хорошим мужем. Правда. Не то, что мой отец, тот, говорят, ни одной юбки не пропускал. А мне, кроме тебя, никто не будет нужен. Ксюша, ну правда, ну я не такой, как отец. Он детей не любил. А я с наших пылинки буду сдувать. Что ж про тебя говорить? Я тебя буду на руках носить. И тебе ни в чем никогда не будет отказа. Николай Иванович, он, конечно, хороший человек был. Ксюша, ну согласись, ведь настоящей семьи у тебя никогда не было. И у меня тоже. А ты своего не знал, мать, редко видел. Ксюша, ну иди к нам! Извини, я опять этот гуля. Какой был? У меня такое бывает, когда что-нибудь мерещится. И что тебе на этот раз померещало? Ну не бойся, говори, меня трудно удивить. Я видела. Ты женишься. но на другой девушке. Ты прям удивила. Ну давай, как всегда. Как всегда закончилось. Тогда водки. держи. Держи. Таня. А ты шитьё-то не бросила? Тебе зачем? Зачем? Шила бы моей невестке платье свадебное. Меня же Ромка женится на Ксюше родиной. Да ты что? Ага. И когда свадьба? Да мы тянуть с этим не будем. И сколько у меня времени есть на платье? Надо же материал подобрать, мерки измерить, ну и фасон какой-никакой выбрать. Да что значит какой-никакой? Нам, чтобы перед соседями не стыдно было. Ну так на это нужны деньги. На хорошие-то. Да что ты, я для Ромки ничего не пожалею. Он у меня не сын, а золото. Ну что, будешь? Нет. Нет? Нет. Ну ладно. Тогда за здоровье молодых. нахать закуси. Ну, между первой и второй. Чтобы у них не так, как у меня в этой жизни все было. Слушай, Ксюшенька, ты отказываешься выйти за меня замуж только потому, что тебе какая-то фигня померещилась? Это прикол? Нет, ну скажи, что ты пошутила. Ром, я и сама пока ничего не понимаю. но выходить замуж сейчас. Да не сейчас. Ну конечно, не сейчас. Ксюш, я и сам хочу подождать. Конечно. Ром, я конечно все понимаю, но мне кажется, выходить замуж или жениться нужно один раз в жизни вообще. Да так и я тоже так думаю, Ксюша. Ром, ты самый лучший, ты вообще у меня самый лучший друг. Выходить замуж Ясно. Нормально. Ну жаль, конечно, но я же этот упрямый и терпеливый и еще какой-то. Упертый. Во-во. И вообще ты очень хороший, Ром. даже слишком. Пойду лучше телом займусь. Ты. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Такую большую радость Да ж какую такую радость? Просвети, а! А ты не знаешь, что ли? Не, не в курсе Ксюша мне отказала Врешь Говорит, что любит меня только как друга Так, ясно Ксюша, а ну поди сюда! Ты чего, теть Маша? Ты че? Беляны объелась Ромка не спит, не ест А тебе думает А ты? А это кем же надо быть, чтобы За такую заботу За такие труды И такому парню Отворот по ворот дать Теть Маш, пожалуйста, не надо Не нравится А дрянью Неблагодарной Быть Ничего? А? Все, что ли? Надо успокойся Да успокойся ты уже Наконец! Что ты делаешь? Совести у тебя нет Мы тебя как человека приняли Одели, обули А ты Рожу от моего Ромки воротишь Да? Да кто ж ты такая есть-то? Накрепница Приживалка Бессовестная Тварь! Неблагодарная Чего сцепился в меня? Девушки отдыхают Я fear Ксюша! Ксюш! Подожди! Подожди-ка, а что случилось? Давай, давай, рассказывай. Не могу у Ромки жить. Почему? Давай, рассказывай. Его мать пьет. Пришивалка обозвала. Говорит, что я им всю жизнь должна буду, что приютили, что... Въедаю их. Так, понятно. Пойдем со мной. Я себе в школе там турбазу устроил. Скажем, сторожа, он тебя тоже приютит. Пойдем. Спасибо, я пешком. Ну, какой пешком? Пешком далеко и долго. А тебе нужно отдохнуть и выспаться. У тебя завтра похороны. Смотри, если какой мне дорожник откопал. Давай, садись. Садись, говорю. Ну. Давай, Ксюша. Ну. Вот так. Куда ушла? Да не знаю. Сынок, может, я не дочу сказала, а? Сынок. Вернется, держи ее обеими руками. Понял? Да не вернется она. Ей тут такого наговорили, что удается лучше, чем возвращаться. Ром, сынок, я же хотела, чтобы все по совести было. Ром! Мне лет пять-шесть было. Страшно заболела. Температура под сорок горла, опухла. Дышать не могу. Ой, асфальтовой дороги тогда не было, только проселок. А только-только снег растаял. Дорогу разнесло совсем. Даже трактор проехать не мог. Ну, где ты взял тележку на молочной ферме, в которой фляжки возят. И вперед в райцентр. Ой, знаешь, я же почти ничего не помню. Из-за температуры постоянно сознание теряло. А вот его лицо помню. Прямое, напряженное. Он же километров двадцать пять тогда проехал, прям дарой больницы. И мне вот, когда совсем хорошо стало, я нечаянно услышала, один врач говорит другому, если мне этот сумасшедший, то девочку, наверное, не спасли. Он ведь для меня не только дед, но он для меня еще и отец, и мать, и ангел-хранитель. Знаешь, я ни с кем про деда не говорю. Вернее, при мне никто не хочет об этом вспоминать. Наверное, думают, что так легче. А знаешь, мне хочется о нем говорить. Я тебя очень хорошо понимаю. Здрасьте, дядя Вась. Здарова. Че носишься, как угорелый? Случилось че? Да нет, а, заметался. Вы Ксюшу родину случаем не видели? Случаем видел. Со спасателем этим. На велике уехала. Куда уехала? Туда. В сторону школы. Спасибо. Уже думал, не найду. Ну, че, че ты здесь мучаешься, когда дом и кровать есть? Это не моя кровать, и не мой дом. Ксюш, не сердись на мать. Сама понимаешь, больной человек, чего с нее взять? Не сердись, пожалуйста. Я к вам не приду. Ну, и где же ты жить будешь? Не знаю. Где куском хлеба не попрекнут. Ром, ну, ты не обижайся, ладно? Ты тут ни при чем. Да и на мать я твою не сержусь. Даже тебе с ней непросто. А вот и чай. Держи горячий. Спасибо. Ладно, Ром. Я к вам приеду, только давай об этом завтра поговорим. Все-таки тяжелый день. Да и я очень устала. Ладно. Тогда я здесь останусь. Извини, старик. А что? Нормально. Утюш, ты поплачь. не стесняйся, не держи в себе. Легче станет. Ксюша. Ксюша. Да я за эти дни столько плакала, легче не стала. Кому это нужно было, скажи мне. как так можно человеку смерти желать? За что? Его найдут. Ну и что? Что это изменит? Ну все, деда. Одна я осталась. Как одна, Ксюша? Ни в коем случае не одна. А я. Один плюс один, уже двое. Ну вот всех опросил, а. А как начался пожар у Николая, никто не видел. Облегчение, да? Я ничего не нашел. Возиться не придется. Никто ничего не видел. Ты же всех местных знаешь. Кто враждовался родинам? Ну что ты говоришь? Что ты придумываешь? Николая в деревне уважали, как мало кого еще. У меня в голове не укладывается, кто это мог сделать. Но кто-то же поджег. Но только не из местных. У нас отродец такого не было. Все бывает в первый раз. Послушай, а. Чего тебе от меня надо, а? Чего тебе не мется-то? Человек погиб, когда я на объекте работал. Такое объяснение тебя устроит. Если бы я его удержал. Да как удержал бы? Николай только с виду был старик. А силы немереные. Ладно, все, хватит. Говори, не говори, а Николая не вернешь. Да, очень удобно. Человека нет, не вернешь. А жизнь прекрасна. Потушил пожары свои? Потушил. Молодец, герой. Давай, езжай в свою Москву. Получай медальку. Я-то поеду. Поеду. А у тебя здесь легкой жизни, поверь, больше не будет. Это почему же? А потому, что придется тебе с этим поджигателем здесь куковать. А если его сейчас не остановить, он о себе знает, что возомнит? Так что жди. У тебя начнется жизнь тяжелая и веселая. Ладно, я без тебя обойдусь. Сам этого придурка отловлю. Бывай. Ксюша, вот ты говоришь дар. А как ты его чувствуешь? Ну, что, какой-то внутренний голос тебе говорит, папа, вам сообщение? Угу, получите, распишите. Ну, я-то совсем еще сама не понимаю. Ты знаешь, просто возникает какой-то шум, как будто ветерок. Ага. Потом он сильнее и сильнее все становится, гудит. И я вижу перед глазами картинку, что будет в будущем. Я всегда знал, что ты какая-то особенная. Таких, как ты, больше нет. Да никакая я не особенная. Дед сказал, что у отца то же самое было. Ну, то есть у него тоже был дар. Можно сказать, что это наследственное. Ром, а еще дед сказал, что отец жив. Так странно, я как-то уже привыкла, что он умер. Жив? Нет, ты серьезно? Слушай, а не могло быть так, что дед что-то не то сказал? Ну, все-таки его уже из огня достали. А что ты знаешь про своего отца? Да ничего особенного не знаю. Они поженились в Москве. Ага. Когда мама забеременела, она приехала сюда. К деду на парное молоко и свежий воздух. А отец остался в Москве доучиваться. А потом? А никакого потом не было. Мать умерла, когда мне не было двух лет, я совсем не помню. А потом и отец погиб. Ну, так дед сказал. Тонул на каком-то пароходе. Ром, а если дед правду сказал, что отец жив, так почему же он не приехал? Ну, ладно, если не ко мне, ну, не нужна я ему. Так почему же он к деду-то не приезжал? Ведь отец все-таки. Ну, понятно, Ксюша, непонятно. Слушай, ты сейчас себе вообще ничем голову не должна забивать. Дар, не дар, неважно. Наша задача сейчас приехать в Москву, найти отца, и мы сразу все узнаем. Опять-то про Москву? Ну, какая Москва, Ром? Какая Москва? Ну, какая, Ксюша? Златоглавая. Столица нашей Родины. Ты же сама говорила, отец с матерью где поженились? В Москве, правильно? Правильно. Значит так, мы приедем в Москву, обзвоним все ЗАГСы, узнаем, где 17 лет назад расписывались Родины, и узнаем. И, Ксю, это стопроцентный вариант. В Москву надо ехать. В Москву. Здорово, Танюша. Привет. Угощи сигареты. Держи, угощайся. На здоровье, Степанович. Ты че такой? Хорошо в гроб кладут. Да ладно, скажешь ты же. Да замамукался я. Этот МЧС издостал. Убил себе в голову, что Николая подожгли. Вот и давит на меня, чтобы я этого поджигателя нашел. Ну, как он может давить? Здесь-то и главный. Да здесь-то да. А если у него в Москве все схвачено, а ты прикинь, такой молодой, а уже таким отрядом командует. И неспроста. Наверняка есть какая-то мохнатая рука, которая тащит его вверх. И что? Ну, пошлю я его сегодня, а завтра из Москвы какая-нибудь комиссия приедет. Оно мне надо, а? Можно подумать, мне Николая не жаль. Только зачем придумывать-то всякую ерунду? Ну, говорю я, Илья, он сам. По-суди, а? Ну, только-только вот лес потушили, и вдруг находится в деревне какой-то козел, поджигает Николая дом, и главное, не боясь, что вся деревня может сгореть. И дом его в том числе. Да, чушь несусветная. А разве ему докажешь? Все равно быть, найду этого гада, и все. Здрасте. Татьяна, Татьяна, без дачи. Пойдем. Ладно, пойду. Давай. Ксюша, Ром, здорово. А я думала, что уехали. Собирался, но осталось одно очень важное дело. И вот какое. Ксюша, прости, пожалуйста, что придется снова о пожаре, но иначе нельзя. Постарайся выслушать спокойно, хорошо? Ксюша, твой дом не просто сгорел, а его подожгли. Я не говорил тебе об этом раньше, потому что, ну, тебе не до этого было. А сейчас очевидно, что без твоей помощи не обойтись. Ну, мне Ромка сказал, что поджог подозревают, но... Ну, вообще зачем? Кому это нужно было? Может, это случайность? Нет. Кузницу облили керосином. Керосином? Так деда в деревне все любили, все его уважали. Ну, может быть, у него были конфликты с кем-то из соседей? Нет. Николай Иванович со всеми ладил. Но у того, кто это сделал, был мотив. Ну, как в детективах. Злодей это тот, кого меньше всего подозреваешь. Хорошо. Ребята, если вдруг что-то вспомните, скажите мне, хорошо? Угу. Ром, кому нужно было деда убивать? Да не убивать. Кузницу подожгли. Скорее всего, хотели напугать или отомстить. А за что? Не знаю. Ну, я, конечно, сказал, что твой дед со всеми ладит. Но ты сама знаешь, порой как рубанет, так лучше ветошь ее прикинуться. Ну, это правда. Даже вон дрон при нем по струнке ходил. Да, дрон. Ксюха, а что, если это дрон? Дрон? Да, дрон. Он же отомстить хотел, кузницу поджег. И мотив у него был. Ксюха, это точно он. Илья! Илья! Мы думаем, что этот дрон поджег. Просто у него всегда с дедом были стычки. Дед в школе труд преподавал, а дрон двоечником был. Ну, и получал от деда всегда, даже несмотря на его мать. А кто его мать? Ну, мать тут в начальстве ходит. Вот все учителя и боялись дроном против шерсти погладить. Один Николай Иванович ему спуска не давал. Ну, конечно, он бесился. А еще... Мы с ним хорошенько слеснулись. Из-за чего? Из-за Ксюхи. Он отличниц вообще не особо жаловал. А тут еще внучка его заклятого врага. Так ведь, Ром, еще до этого был на выпускном. Да, на выпускном Николай Иванович с дроном сцепились. В смысле? Подрались? Да не, какой. Иванович бы его порвал в клочья. Это дрон. Больше некому. Хорошо, ребята. Пойдемте к участковому, и там все расскажете. Нефиг рыпаться. А то этот Илья сразу поймет, что у нас срыльца в пушку. В пушку? Да мы по уши в дерьме. Валить надо, дрон! Заткнись, понял? Че, Орём? Ленчик, прикинь, этот МЧС ведь с поджигателя ищет. А я говорил, не надо было этого делать. Можно было Николая по-другому достать. Да как по-другому? Ну кто же знал, что дед в огонь-то полезет? А я вот все думаю, когда же наш сыночек нашу фамилию прославит? Вот дождалась. А я-то думал бы с дроном не разлей вода. Такого никогда не было. Так, привет, привет. Ну, футбол еще иногда гоняли. Куда ж деваться, когда в одном классе учишься? И вообще у меня принцип относиться к людям хорошо, пока они не докажут обратного. Да это все знают. Ромка просто так на человека наговаривать не станет. А если уж дал в морду, так значит заслужил. Понятно. Говорят, между людьми кошка черная пробежала. А между вами, значит, барышня? К чужой здесь ни при чем. И вообще так к делу не относятся. Помолчал бы, умник. Я сам буду здесь решать, что надо, что не надо. Так, вот здесь с моих слов записано верно. Подписи, дата. Это здесь. Только аккуратно. Почетче, почетче. Ну что, посадил, дружка? Возьмите такого дружка себе. Он человека убил. Свободны. До свидания. Пока. Мам, может, потом меня повоспитываешь? Да где мне уж теперь-то тебя воспитывать? Горбатого могила исправит. Ух, ну, я не знаю. Я не знаю. Значит так. Слушайте все, я повторять не буду. Попробую вас вытащить. Научу, что делать, что говорить. Но если кто-то сделает шаг в сторону, то тогда мало кто вам позавидует. Рома, я догоню. Илья. Да, Ксюша. Большое вам спасибо. Я даже не знаю, зачем вы это все для меня делаете. Ведь кто я вам? Какая-то посторонняя девочка. А вы бросили все свои дела, только нами и занимаетесь. И я даже не знаю, кто бы мог быть так же, как и вы. Так и должно быть. Люди должны помогать друг другу. Илья. А то, что вы деда не смогли спасти, вы не мучаетесь. Вы бы все равно ничего не смогли сделать. На мне вина куда больше, чем на вас. Я ведь... Я ведь видела, что наш дом горел. Ну, в смысле, не видела, я предчувствовала. Если бы я себе поверила, то я бы рассказала деду, он бы остерегся и был бы жив. Идем, Илья. Ксюша, мы об этом с тобой поговорим обязательно. Попозже. А сейчас мне нужно познакомиться с этим дроном. Пойдем, Степаныч. Ну, и что он тебе клеится? Думаю, что если из Москвы, то все может... Рома! Перестань, никто ко мне не клеился. Я уже со счету сбился. Сколько раз дрона предупреждал. Не хулигань, бесполезно. Как к мертвому припарку. Подраться хлебом не корми. А главное, один на один никогда драться не будет. Только если друзья рядом. Что ж ты про этого дрона? Молчал, молчал. А теперь как про Руалу? А то. Это у вас там, в Москве. Кто с мигалкой, значит, командир. А у нас здесь. Да вон, взять. Мать дрона. Хоть и небольшая шишка, а связи имеются, дай бог. Захочет мне насолить? Мало не покажется. Поэтому наш Страхов и Страх весь потерял. Я уже не говорю о совести. Ладно, пойдем. Да мы уже пришли. Смотри, какие хоромы-то отгрохали. Мне бы так пожить. Хоть бы пять минут. Пошли. Идет. Добрый день, Ирина Владимировна. А вот скоро мы увидим, добрый или не очень. Зачем пожаловали? А сынок дома? Ну, проходите. А чего случилось-то? Ничего особенного. Просто нам нужно кое о чем спросить. Задать несколько вопросов. Случайно не меня спросить? О чем это? А ты бы спустился да сел с нами. А я пока что постою. Ну ладно, дело твое. Скажи, в каких отношениях ты был с Николаем Родину? Если ты думаешь, что я обещал на нем жениться, ты крупно ошибаешься. Андрей. Че, Ксюха настучала? Отвечай на вопрос. Точно Ксюха. Но он меня не любил, я его тоже. И что? Интересно. А за что он тебя не любил? Вот я и сам пытаюсь понять, за что он меня не любил. Незадолго до поджога тебя видели около дома деда Николая. Да мало ли кого там видели. Ну прошел я мимо. Кстати, прошел очень быстро, потому что пиво люблю холодное. Пацаны уже купили, так что я спешил выпить быстрее, чтобы не согрелось. Еще вопросы? И как? Выпили? Еще бы. Все бутылочки уговорили. Кто это такой? А тебе какая разница? А ты продолжай. Да что продолжать-то? Ну были мы на поляне. Стало нам скучно. Пошли с пацанами купнуться. Сплавали на тот берег. Погоди, а на поляну ты вернулся? Само собой. Там еще выпивка оставалась. А нам же догнаться нужно было? Скажи, а кто с поляны ушел первым, а кто последним? А я не записывал, кто ушел первым, кто последним. А не надо записывать. Ты про себя расскажи. Во сколько ты с поляны ушел? И куда отправился? Да я же говорю, не помню я. Вот ты бы столько выпил. А? У меня все на этом. Михаил Степанович, это очень хорошо, когда полицейский смелый. Но когда он глупый... Ирина Владимировна, а я при исполнении. Так это же дело житейское. Сегодня при исполнении, а завтра вольный, как ветер. Кто-то в Москву уедет, а кто-то здесь останется. А ты сам знаешь, у нас тут свои законы. И эти законы сильнее федеральных, я так полагаю. Ирина Владимировна, какое сегодня число? А это еще зачем? Просто нам по служебной инструкции каждую аудиозапись необходимо привязывать к конкретному числу. Сегодня 14 июня 2000. Да ты, да вы, да вы что? Это же незаконно! А вы сейчас как сказали? У каждого свои законы? Пойдем? Спокойно. До свидания. Послушай, а ты меня тоже записал? Зачем? Такие записи в суде не принимают. А я дурочек поверил, что ты ее записал. Скажи, а дрона Прадо, что ли, незадолго видели до пожара у дома Николая? Не знаю, видели его или не видели. Я хотел реакцию проверить. Это он поджег. Точно. А чего ты испугался? А чего ты взял? Да ты в лице изменился. Да тебе легко говорить. Ты свое дело сделал и уехал в Москву. А мне тут с ними еще куковать. Может, хватит горбатым ходить? Пора выпрямиться. Да ладно, проехали. Я думаю, дрона надо брать за жабры. Ну что, пацаны? Степаныч, сука, хочет нас закопать. Ксюха с Ромкой походу сдали. Еще этот спасатель, убил бы гада. А? Ну что, в штаны наложили, а? Или мне подождать еще? Да вы не дрейте. Нажмем на Ромку ксюхой. Пусть от показаний откажутся. Или вообще замолкнут навсегда. В смысле? Какой навсегда? Ты че серьезно, что ли? Да я так. А вы крутые. Ленька, ты киллер. Да просто. Не парьтесь, поговорим с ними. Пусть знают, с кем дело имеют. Пойдем. Родина у Ромки же сейчас поселилась. Ну да. Давайте парни по пивку пройдемся. А вечером навестим наших писарей. Ленчик, догоняй. Да иду, иду. Не закрывай душку. Дурак ты, Мишка. Ну ты ложись. Я отвернусь. Мам, ну хватит уже. Все, мам, сбей. Я лучше в сарай пожил. Спокойной ночи. Ром. А? Ты не обижайся. Но я все-таки завтра поищу, где жить. Эй, да чего уж тут обижаться. Разве в таком дурдоме можно жить? Держи. Держи. Не увлекаться, только припугнем. Надо так припугнуть, чтобы заиками остались. Ксюша, а что ты насчет Москвы надумала? Рома, ну я же говорила, кому мы там нужны? И куда вообще ехать? Ксюша, ну иногда, иногда не важно куда, иногда важно откуда. Если здесь жизни никакой нет, то надо просто брать руки в ноги и не оглядываться. Ром! Извините, что разбудили. А вы не волнуйтесь, мы на минутку только предупредили. Ребят, да вы че? Да мы же ничего такого. Пустил я, говорю? А ну пусти! Ксюша отпустил. Отошел, быстро! А теперь убирайтесь все отсюда. А то я ваши тушки в окошко выброшу. Считай, до трех-два уже было. А ну вошли отсюда! Давай-давай! Сука, он мне что-то руку не сломал? Это все ты! А что я-то? Да ничего, крепче железяку в руках держать надо было. Да я держал. Кто знал, что он мне со всей дури как махнет? Дебил. Ксюша, ты в порядке? Надо участковому сказать. Скажем, скажем. Полит-то какая? Ничего, еще до него доберусь. Ты че, мало получил? Может еще добавить? Тихо, ты чего, а? Да ничего. Только болтать умеете. Когда дело доходит, надо брать его и вытаскивать на улицу. И дальше что? Бить его. И долго бить? Пока не забоится. Да ни хрена он не боится. Мне здесь по-другому надо, по-умному. Такое убить, как ни фиг делать. Вот ты, Ром, козел. Ром, как ты думаешь, что они теперь делать будут? Да фиг их знает. Ну, сюда они больше не сунутся. Я тебе обещаю. Можешь спокойно спать. Что, за добавкой пришел? Нет, поговорить надо. Ну, говори. Я что, на всю деревню кричать буду? Выйди. Ты что, на идиота похож? Да никто тебе бить не собирается. Видишь, я один стою. А Ленька со Славиком типа домой пошли, да? Ты мне баки-то не заливай. Ромыч, да мы друзья. Я сказал, просто поговорим. Не слушай его. Ты чего, сдрейфил что ли? Кто? Я сдрейфил. Ром, не надо. Ксюша, все нормально. Успокойся. Мы просто поговорим. Да? Посиди. Ну, говори уже, зачем позвал? Извиниться хотел. Прости, что наехал. Ты же знаешь, сначала думаю, потом делаю. Мать еще ругается. Типа есть у отца. Вечно говорит, твой папаша дров наломай, я там не расклевываю. И ты туда же. А ты с дров нам врезал. Один против троих уважаю. Мне твое уважение дал лампочки. Если это все, я пошел. Ром, постой. Чего? Понимаешь, испугался я, что мне из-за Ксюхиного деда срок впаяют. А правильно испугался. За тебя человек погиб. Да не делал я этого. Ну, чем хочешь, ну, клянусь, не поджигал я. Ты же меня не первый год знаешь. Ну, всякое бывало. Ну, чтобы человека убить. Да? А ты, может, этого не хотел? Да так уж вышло. Да меня там вообще не было. Мы всю ночь с пацанами пили, потом в речке купались. А вернулись в деревню, там уже все полыхало. Да? А че ж тогда перетрухал-то, а? Да весь народ знает, что мы с дедом в ссоре были. Потом еще со своим заявлением. Ром, то есть они посадят и разбираться не станут. То есть ты этого не делал? Ну, если я скажу, что нет, ты мне поверишь. Жалко Ксюху. Дед ни за что погиб. А я ее понимаю. Так хочется, чтобы кто-то за это ответил. А тут я ни здрасти, ни до свидания. Понятное дело, кто не любил деда страхов. Мол, я отомстил ему за то, что он мне как щенка в лужу мордой тыкал. Ромка, хочешь верь, хочешь нет, не делай, этого не поджигал. Ты знаешь, а я вот только сейчас понял, хороший он был мужик и прав был. Только не исправить ничего, я знаю сам. Поклянись, что это не ты. Ну, клянусь, не я. Ну, а кто тогда? Да я сам пытаюсь понять, кто. Ромка, насчет заявления. Да не переживай. Заберу. Ну, кто-то же это сделал. Ну, не могла кузница сама загореться. Кто его знает? Стой. Только сейчас дошло. Никто из наших этого сделать не мог. Ну, сам посуди. Ну, какой идиот будет жечь в такую погоду, а? Ну, ведь все чело могло сгореть, так? Ну, и твой дом тоже. Так как пить дать? Мой бы дом погорел, если бы МЧС отцы вовремя приехали. Значит, кто-то заезжий. А что это мысли? Ну, только кто это мог быть? Ну, представь. Достал кого-то дед. Ну, ты же знаешь, какой у него был характер, не подарок. Ну, да. Ни с кем не церемонился. Взял, припечатал он кого-нибудь. А то ты обозлился на него. Нет. Это маловато будет. Хорошо. А если, помнишь, он этому Спиридонову, помнишь, решетки ковал? Ну. Не-не-не. Спиридонову не успел. Но до этого другие какие-то были. Может быть, они? Ну, да. Ну, верно, верно. По цене они сошлись. Значит, тот заказал его каким-то бандюгам, они его и подожгли. Слушай, это голова. Тебе нужно вместо нашего участкового работать. Да, я б тут навел порядок. Только как докажешь. Это точно. С ним просто так нельзя. Придут и дом спалят. Или еще чего похуже. Ладно. Я пойду, а то там Ксюха, небось, изнервничалась до смерти. Давай. ПASt. А-а-а! Доброе утро, теть Маш. Ксюш, ты не видела, я тут где-то бальзам поставила? Куда он девался? Ну, чай-то мне налей. Да чего ты столько заварки-то набухала? Хочешь, чтобы у меня давление скакнуло? Все хотят, чтобы я скорее сдохла. Ну, теть Маш, ну зачем вы так? Вас и Ромка любит, и Мишка тоже. Я же все сделала, я вам не нужна больше, я тогда пойду, ладно? Да ладно, погоди, посиди со мной. Ты прости, что я тебе так Дана говорила. Злость какая-то на меня нападает. Понимаешь, что говорю не то. Остановиться не могу. Характер стал не к черту. А раньше такая веселая была. Меня все называли Машка-хохотушка. Потом замуж за Васю вышла. А он нас бросил. А потом, а потом и вовсе помер. Помер. Дура, что ж я говорю-то? У тебя же своя беда. Ой, сиротинушка ты наша. Теть Маш, а вы моего отца знали? А так не очень. Мать у тебя красавица была. Помню, она как раз тогда тебя носила. А про отца ничего? Да он работал много в городе. Ему надо было денег много заработать. Матери на лечение. Она у тебя шибко хворая была. Алисия-то как называлась Тоня? А лейкемия, кажись. Вот. Вот. А что, он даже на похороны не приезжал? Тоняя приезжал. Стоит над могилкой. Головой качает. Чёрный такой. И не слезинки. Вот. У кого не слезинки, тот быстро сгорает. А я хоть иногда, ну, поплачу. А потом что было? Потом что? Потом что? Уехала с концами. С дедом твоим у него. Ссора была. Сильная. А как он выглядел? Ну, то есть, какой вот он на себя был? Какой, какой? Мужик, как мужик. Ни брюнет, ни блондин. Так. Серединка наполовинка. А я уж и лица не помню. Давно это было всё. А тебе зачем? Всем привет. Чаёвничать? А я ж всё. Ну, пойдём. Куда? Узнаешь. Хорошо, буду. Пал Семенович, только у меня просьба к тебе одна. Я на денёк задержусь. Тебе же не горит. Хорошо. Послезавтра буду как штык. Ну что, Михаил Степанович, удалось что-нибудь нарыть? Да, просил всех, кто был на пикнике. Вроде бы, Страхов с друзьями гуляли вместе со всеми. Что значит, вроде бы? Ну что, сначала точно были, а потом голову никто не даст на отсечение. Что они все, упились что ли? Ну, можно подумать, у вас там все святые, никто не курит и не пьёт. Ладно, ладно, но такого быть не может, чтобы никто ничего не помнил. Ну как? Ну ребята расслабились, песни пели, за берёзками целовались. И потом никто же их не заставлял следить друг за другом. Такие, как этот дрон, любят быть в центре внимания. Кто-то должен был заметить, что его нет. Дай-ка мне их адреса, я их сам опрошу. Может кто-то что-то вспомнит. Да тут один парень сказал, что дрон и ещё двое ушли раньше всех. Да что ж ты мне об этом раньше-то не сказал? На что это нам даст? Они же потом вернулись, мокрые, сказали, что речку переплывали. Дрон, кстати, тоже самое говорит. У вас не деревня, а какой-то Бермудский треугольник. Люди исчезают, потом появляются, а никто ничего не видит и не слышит. Человека убили, а вам всем наплевать. Слушай, только не надо это, а. Просто мы привыкли не выносить ссоры из избы. Дядя Николай прожил хорошую жизнь. Как говорится, пусть покоится, царство ему небесное. А мы, как говорится, должны все двигать дальше. Нет, так не пойдёт. Слушай, что ты от меня хочешь, а? Что? Нет доказательств? Дела нет. Я найду доказательства. А лучше возьми и набей этому дрону морду. В смысле? Ну а что, набей. Сразу полегчает, а? Я бы, честное слово, сам бы это сделал. Ну, сам понимаешь, а? Дарь ему как следует, чтобы всю жизнь помнил. Спасибо за совет. Ну, не знаю, я ему верю. Он, конечно, раздолбает, на деда зубы мил. Ну, я не думаю, что это он. Так ты мне вчера говорил, что ты уверен. Ну да, теперь вот. Ну, он же не идиот, чтобы и свой дом полить. И ты ему поверил? Да не то, чтобы, ну, просто я его с детства знаю, он мне никогда никакой подставы не делал. И не такой он плохой, как все о нем думают. Да даже доказательств у нас на него никаких нет, согласись. Так у дедушки не было врагов, кроме него. А ты откуда знаешь? Ну, ну как же, ты же знаешь, его все любили. Наши, да, я не спорю. Но кто тебе сказал, что это сделал местное? Николай Иванович ковал всякие разные штуки на заказ. Ты этих заказчиков знаешь? Нет. Он мне ничего про них не рассказывал. Просто люди. Вот, и мне просто к нему порой на таких тачках приезжали, что ой-ой-ой. И вот представь, что кто-то отказался платить. Или Николай Иванович что-то не так сделал. Ну, мало ли. Ну, не знаю. Мне кажется, это все шито белыми нитками. Ну, придумай что-нибудь получше. Мне кажется, это дрон. Вот именно, что все кажется. Это вообще первое, что нам в голову пришло. А вариантов их миллион может быть. Я уверен, что это не он. Так ты меня вчера в обратном убеждал. Ну, да, убеждал. Ну, на старушку бывает прорушка. Ты же сама говорила, мне этой гибкости не хватает. Ну, вот я и справляюсь. Ксюша, а представь, это действительно не он. Ты дашь руку на отсечение, что это он. Он и никто другой. Вот я тоже не дам. А он за нас может в тюрьму сесть. Давай так. Пойдем к Степановичу. Расскажем все как есть. Пускай он сам решает. Виноват или не виноват. Наша совесть хотя бы чиста будет. Ладно, Ксюша? Хорошо. Пойдем. Привет, Майя. Где тебя носит? А так гулял с пацанами. У тебя одни гулянки на уме. Тебе сейчас надо быть тише воды, ниже травы. Ну, что ты улыбишься-то, а? А у меня поводы есть. Радуешься, что надолго упекут? Наоборот, не упекут. А откуда такая уверенность? Ромка с Ксюхой заявление заберут. Да иди ты. С чего это? А я поговорил с Ромкой ночью и убедил его в том, что я не при делах. А он обещал забрать заявление. А что ты ему такое сказал? Сказал, что страдаю от того, что мой друг мне не верит. И он что, тебе поверил? Похоже, мне талант. Плюс твоя школа. Молодец. Но врать нехорошо. Ох, как нехорошо. Ты деньги им обещал? Зачем им деньги? Они же так согласны. Молода, зелена. Деньги никогда не помешают. Почему, мама? А если не подумаешь, что мы их подкупить хотим? Да глупости. Ну, мы скажем, что это Ксюша на первое время. Мам, вот в кого ты такая умная пошла, а? Жаль только, что все мозги мне достались, а тебе ничего. Балбесин, а? Слушай, а ты говорил, что Ромка хорошо на гитаре играет. Ничего тогда. Вот мы твою гитару ему и подарим. Мама, это же подарок мой. Ничего. Ты-то не заслужил. Почему, мама? Перебьешься. Другой раз будешь головой думать. Другой раз будешь головой думать. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Иванович. О, молодежь, Иванович ворать, ребятки. А мы, собственно, к вам. А я догадался. Ну, что на сей раз? Ну, по поводу поджога. Да что вам сим не имеется-то, а? Ну, ладно. Может, что-то вспомнили новенькое? Да нет, наоборот. Мы тут подумали, что не мог Андрюха страхов кузницу сжечь. Хотели заявление забрать. Вот даже как. Ой, ребята, как у вас все просто получается, а? Захотели, дали показания, захотели, значит, обратно собрали, а? Да нет. Мы на самом деле и не знали, что это он. Просто нам так показалось. В общем, мы не хотим человека зря обвинять. Простите, что так получилось. Вы, наверное, очень сердитесь. Да. Как вам сказать? Да не по-человечески получилось. Взяли своего товарища, обвинили, можно сказать, подставили его, а? Так, ну, что делать-то будем, а? Не занимаем? Угу. Точно? Угу. Так. Сейчас, сейчас, минутку. Вот она. Так. Так. Значит, так и запишем. Отказались от своих показаний. Так? А вас, случайно, никто не заставил это сделать, а? Нет. Точно? Так. Ну, действительно, не по-человечески получилось. Парень только-только начинает жить, а вы его уже за решетку чуть не упекли. Так. Расписывайся. Угу. Ничего. Жизнь, как говорится, расставит все на свои места. Так, все. Ну, все. Молодежь. Угу. Спасибо. Свободный. Так. Здрасте. Здрасте. Ты видела, как он обрадовался, когда мы сказали, что хотим заявление забрать? Да, так странно. Я думала, что он рассердится, потому что ему теперь тяжелее будут расследоваться. А что он имел в виду, когда сказал, что уже ничего расставить по своим местам? Ну, не знаю. Может, ему не хочется ничего делать. А может быть, он знает, что это дрон, но не хочет с его мамашей связаться. Боится, что из-за нее его выбрут с работы. Ну да уж, как все запуталось. Может, мы это зря все сделали, а? Да теперь я даже не знаю. Да. Да нет, все правильно. По крайней мере, наша совесть чиста. Ведь мы-то знаем же от него. Правда? Ну, кто там? Владимировна. Да я буквально на пять минут. А что это ты с гитарой? У вас что, принято на собрание теперь под музыку выступать? Ну, ты шутница. Ромка-то дома? Не, а куда-то ускакали с Ксюхой. Ну, на, передай. Это зачем? Ну, считай подарок. Ну, ему-то, балбесу, ни к чему. Ни слуха, ни голоса. Только хорошую вещь испортит. А Ромка твой хорошо играет. Вон все говорят. Ой, дорогой поди, подарок-то. Да ладно. Главное, чтобы пригодилось. Я тут ревизию дома затеяла. Смотрю, хорошая вещь пропадает. А Андрюша мне говорит, давай ее Ромке отдадим. Она ему пригодится. Ну, он бы сам принес. Да я его тут по хозяйству припахала. Ты же знаешь, он у меня лентяй. И не то, что твои. Он любо-дорого смотреть. Что младший, что старший. Как ты с ними одна управляешься? И причёсанный, и наглаженный. Я чё-то не замечала. Ой, ну ты юмористка, а. Тебе вон с концертами надо выступать. А чё? И можно и выступать, если нальют. Уморила прямо. Да. Вот ещё. Скажи, у тебя эта бедная девочка живёт. Ксюша. Ты знаешь, ты... Передай ей. На, передай. И скажи, что... Очень мне, очень жаль её дедушку. Прекрасный был человек. Ну ладно. Пора мне. Чуть не забыла. Вот это тоже вам. И кстати, если нужна какая-то помощь, то вы обращайтесь. Не стесняйтесь. И пусть Ромка заходит так по-свойски, по-соседски. Пусть не стесняется. Ладно. Пойду. Пора мне. Опаздываю. О чудеса-то. Илья, а я как раз к тебе. Хочешь мне ещё пару ценных советов дать? Да нет, слыхал? Родина и Москаленко забрали заявление. Как? Почему? А вот так. Стыдно небось стало. Ведь реально-то у них против него ничего нет. Только так. Фантазии. Фантазии? У Дрона у одного мотив был. Он Родина их ненавидел. Да это я уже сто раз слышал. Ну мало ли у кого какая неприязнь. За это не сажают. Доказательств нет? Нет. А эти сплетни, как говорится, к делу не подошвёшь. Так что, как говорится... Ты их заставил. Откуда взял? Ирина Владимировна принесла. Это же Дрона. Откуда? Это всё с Рахова принесла. Тебя, как я. Тебе, как видишь, гитару. На мне конфеты. Вот так. Да ладно. Я о такой даже мечтать не мог. Ваще. Твой же дед тоже классно играл. Ну вот, не очень любил. Говорю, что это чтоб девок завлекать, а ему ни к чему. Это его любимая была. Ты что, не понимаешь, нас обманули? Чего? Да не прикидывайся, драчком ты прекрасно знаешь. Это Дрон перестраховался и решил, что этим нам рот заткнёт. Послушай, я не знаю, как там у вас в городе, а мы тут работу свою знаем. И законы исполняем, как говорится, по всем правилам. Не могли они просто так заявление забрать. Ладно. Занозы. Короче, он меня обманул. Но я это не знал. Человеку слово дал. Ну, в общем, мы пошли и забрали заявление. А теперь и не знаем, что делать. Ну, это ж точно он. Его мать нам взятку принесла. Ксюша, не переживай, что-нибудь придумай. А кто с дроном приходил, знаешь? Да, есть у него два подпевала. Оба слабаки. То, что слабаки, хорошо. Надавим расколицу. Тем более, я одному хорошенечко по руке двинул. Уже и раненые есть. Вот к нему и пойдём. Я вот это с собой возьмём. Стоять. Ну, иди сюда. У меня рука. У всех рука. У меня болит. У всех болит. Давай рассказывай. Что рассказывать? Все рассказывай. Как решили поджечь кузницу? Чем облили? И кто поджигал? Так, у неё память отшибла. Дай-ка освежитель памяти, Ром. По суставам только. Не бей. Плохо зарастает. Может, не надо? Ксюша, а ты отвернись, а лучше выйди подальше. Попалили из канистры керосином. Кто обливал? Мы все поджёг дрон. Куда канистру делим? Я покажу. Вот и молодец. Держи, Ром. Сиди. Степаныч, это Илья. Нашли одного поджигателя? Для протокола? Прямо сейчас? Да, готов сотрудничать со следствием. Готов? Готов. Пошли. Пошли, пошли. Сейчас дашь показания, а потом дружков твоих навести. Шевели, шевелись. Не стесняйся. Пошли. Ну что, допрыгались? Славик сдал нас. Его МЧС весь расколол, как девчонку. Уже идут в ментовку показания писать. Твою мать! Ты как хочешь, а я сваливаю отсюда. Мам! Мама! Мам! Ouais! Мама! Субтитры создавал DimaTorzok У дрона дома Кто с вами был еще? Я, Дрон Ну и Ленчик Фамилия Ленчика Семенов Во сколько это было? Не помню А чья затея была, чтобы канистру в воду скинуть? Дрона затея была Уедешь И будешь сидеть там тихо-тихо Не слышно тебя и не видно Куда я уеду? Сколько мне там сидеть? Сколько надо, столько и будешь сидеть Всяко меньше, чем в тюрьме А я когда все улажу, вернешься А пацаны? Да плевать мне на твоих пацанов Пусть у их родителей головы за них болят Почему я одна должна мучиться из-за тебя Из-за идиота? За какие такие грехи? Степаныч, в РОВД сообщил? Да, минут через десять подъедут Ну что там? Все тихо Готов? Пойдем Давайте, удачи А как ты думаешь Он не будет сопротивляться? Нет Он только на словах силен Если что, я его сделаю Заводи машину Возьми две полные канистры Чтобы на заправках не светиться И времени тратить Так, все, вперед Чем раньше выйдешь, тем дальше будешь Давай Кто там? Капитан Коробков Откройте, пожалуйста Мама Давай через балкон Ни днем, ни ночью от вас покоя нет Подождите минутку Я не совсем одета Стоять, я говорю Пошли поговорим Допусти Гады Мне ничего не будет, слышите Меня выпустят, я вернусь за вами Давай, батюшку затрой В машине Ну вот и все Здорово мы его сделали Если бы не Илья Спасибо вам Я сам в какой-то момент засомневался Что мы его поймаем Не хотелось уезжать Не доведя дело до конца А теперь как гора с плечи Ладно, Ксюша Пойдем Не будем человека отвлекать Ему еще собираться надо Ты ведь уезжаешь? Уезжаю Ну, бывай Ну, бывай Ну, бывай До свидания Пойдем, пойдем Субтитры сделал DimaTorzok И так будет с каждым Кто Ксюшу обидит Все в порядке? Дрону поймали Может даже и посадят А мне от этого не легче Но ведь Даже там в тюрьме Он будет жить Потом его выпустят Он будет смотреть на небо Есть яблоки Ходить на речку А мой дедушка Больше никогда Все будет хорошо, Ксюша Пойдем чайку попьем И все пройдет О, Ксюшенька, садись Сейчас будем чаи гонять С печеньками Чего уж не запираетесь Или у вас уже совсем взять нечего Я вот что хочу вам сказать Молодые люди Вы такую кашу заварили Что дай нам бог Тем вместе ее расхлебать А вы нас так запугиваете, да? Да где уж Мне запугать такого героя Но вот что я хочу вам посоветовать Для вашего же блага Уезжайте отсюда, слышите? Уезжайте куда-нибудь Как говорится, от греха подальше Они куда? Они не уедут А ты пошла отсюда Сама знаешь куда Не буду прийти этих Я уйду Я уйду только когда скажу все Что считаю нужным Ах ты клизма рваная А ну носи отсюда ноги-то Пока я тебе их поленом Не поперешибла Фу Пьянь болотная Куда ты лезешь? Куда ты лезешь-то, а? Иди проспись Чего? Это шли бы вы отсюда По-хорошему Да нет Ну это Это что такое? Всяка тварь В моем доме Выступать будет, а? Я этого дела так не оставлю Не будет вам тут житья Понятно? Я сам разберусь Идите вы Домой Здесь вас никто не боится Ясно? Давай-давай Давай-давай Катись И вот Деньги свои поганые На, забери Катись отсюда Давай Поплачете вы у меня Кровавыми слезами поплачете Я добьюсь Понятно? Поплачете Ой-ой Иди-иди Пока я тебе все волосенки-то Не повыдергала Говорят, она со спридоновскими бандитами дружит Да ничего Прорвемся Ой Илья идет Кажется, к нам Илья идет Кажется, к нам Тебе нужно будет На первое время Хотя бы пока Не обустроишься Держи, у меня немного пропадут Да нет, что вы, не надо У меня есть деньги Не пропаду Точно Тогда знаешь что? Держи Это адрес и телефон Если вдруг решишься в Москву Буду рад Завтра на Камчатку еще есть работа А вот уезжать от вас Почему-то не хочется Еще раз спасибо вам Дереги себя И вы тоже Не потеряешь Ну что, пока Пока Ну что? Уехал, Шиппермен Уехал Ну и скайдертью ему дорожка Как говорится Ром, ты чего? Илья столько для нас дел Хотя совершенно чужой человек Вот именно что? Чужой Чего это у тебя? Илья дал свой московский номер телефона И адрес еще Если в Москву поедем Помощь будет нужна Ёлая То есть как Бэтмен нас позвал в Москву Так мы сразу согласились Хотя нет, он не Бэтмен Он это Человек-паук Плетет в свои сети Ром, ты чего? Не, ничего Ром! Как я тебя зову в Москву Илья меня никуда не звал Это все облегчает Ну и все-таки Если там помощь какая-нибудь понадобится Там Будет кому обратиться Ну точно Паук Ром! Ксюш! Позырьте Что это? Пацаны рылись в твоем доме, Ксюш Ну то есть там, где был твой дом И вот нашли Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин